Зал тяжелой атлетики в Бресте уже давно выбран представителями этого вида, как тренировочная база для подготовки к соревнованиям. В нынешнем году Олимпийские дни молодежи – первые состязания для молодых тяжелоатлетов. Спортивные школы из Бреста, Пинска, Иванова и Березы делегировали 126 атлетов для проверки сил. Все соревнования важны для спортсмена. Это проверка его готовности, проверка то, что он наработал до этого, домашнего задания, можно так сказать. А конкретно Олимпийские дни молодежи, даже по названию понятно, что это Олимпийские. Олимпийские – это самое-самое серьезное для этого возраста соревнование. По ним идет отбор в национальную команду, из которой, конечно же, спортсмены выезжают на международные соревнования. Участвуют, привозят медали в нашу страну, поэтому важнее соревнований для них нет. В составе каждой команды 10 юношей и 10 девушек, которые соревновались в 10 весовых категориях, определенных правилами Федерации тяжелой атлетики. Итоговое место судьи определяли по лучшему результату в рывке и толчке. Для спортсменов эти соревнования отличная возможность сравнить свои силовые показатели с достижениями атлетов из других городов, себя показать и на других посмотреть. Довольно сильные команды привезли, особенно радует это город Пинск и Иваново. Прошлые годы они были немножко послабее, сейчас великолепную команду привезли, будет борьба серьезная. Один год более сильный, два-три, может быть, потом немножко спад, потом снова. Но это нормально, в жизни все развивается по синусоиде, поэтому ничего страшного нет. Но в данный момент у нас есть несколько спортсменов, которые претендуют на борьбу за медали на первенствах Европы в своих возрастных группах. Для брестских тяжелоатлетов первые старты 2019 года получились удачными. Сборная стала первой по итогам соревнований в командном зачете. На втором расположились пинчане, а на третьем команда Иваново. В очередной раз показали высокий класс и брестские тяжелоатлетки, учащиеся Брестского училища Олимпийского резерва Диана Моисеевич и Юлия Гулина, победившие в своих весовых категориях со значительным отрывом. Это и неудивительно. Прошедший год принес воспитанницам Петра Турчука немало положительных эмоций, став удачным в спортивном плане. Было много стартов важных, удачных соревнований. Были, конечно, и падения, но следующие соревнования становились лучше, мы исправляем свои ошибки. Были такие старты, как первенство юниоров, чемпионат страны, школьники. Хороший старт был. Прошлые соревнования у меня прошли нормально. Заняло по рывку третье место, а в общем четвертое место. Но этот старт был до 18 лет. Недавно приехали из стаек. Мы тренировались три недели к этим. И думаю, что будет все хорошо. По итогам турнира будет сформирована сборная области. Она представит регион на Республиканских Олимпийских днях молодежи, которые пройдут весной.